Многие не представляют своей жизни без майонеза. За советский и постсоветский период он прочно закрепился на столах большинства россиян. Однако, эта распространенная промышленная добавка к пище представляет огромную опасность для нашего здоровья. В этом видео мы расскажем, чем вреден майонез, какие именно его компоненты особенно опасны. А также, как всегда на нашем канале, порекомендуем, чем более здоровым можно заменить данный продукт. Хотелось бы отметить, что этот ролик не бездумное зачитывание одной статьи из интернета, а результат серьезного погружения автора в рассматриваемую тему. Представленные видеоматериалы самостоятельно сформированы в результате изучения многих источников. Итак, в чем же вред майонеза? Майонез это смесь растительного масла, яичного желтка, уксуса, горчицы, сахара и соли. Практически все ингредиенты майонеза вредны для здоровья человека. Для начала пару слов необходимо сказать об опасности сахара. Рафинированный сахар это очень вредный искусственный продукт. Он ослабляет иммунитет, не усвоившись превращается в жир, приводит к диабету, способствует размножению вредоносных бактерий и грибков в организме. Отрицательно влияет на работу сердца. Повышает уровень холестерола в крови. Вызывает остеопороз. Портит зубы. Травмирует сосуды, способствуя образованию в них холестериновых бляшек. Сильно закисляет организм. И это далеко не полный список научно доказанных опасностей, которые несет в себе сахар-песок. Притом речь не идет о его злоупотреблении, а о приеме этого продукта в любом количестве. То есть безопасной нормы потребления рафинированного сахара попросту нет. Следующий вредный компонент майонеза это соль. Хоть ее в нем и немного, но мы кратко рассмотрим и ее вред. Соль при потреблении ее свыше 5 грамм в сутки, содействует удалению из организма кальция, поражает слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывает задержку воды в тканях, содействует появлению гипертонии, накапливается в суставах, вызывает различные заболевания почек, мочевого пузыря, сердца и сосудов. И этот список еще можно долго продолжать, но мы уверены, что вы уже не раз слышали о вреде этого продукта и соответственно не нуждаетесь в дополнительных аргументах об опасности натрий хлора. Следующий вредный ингредиент майонеза это уксус. Данное химическое вещество особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В первую очередь таких, как гастрит, язва желудка и язва 12-перстной кишки. Дело в том, что уксус увеличивает кислотность желудки, а также раздражает его слизистую. Таким образом он провоцирует гастрит и язву и у тех, кто ими еще пока не болеет. Именно из-за наличия в составе уксуса и его доказанной способности вызывать гастрит и язву, майонез категорически запрещен к использованию в школьных столовых как Минздравом Российской Федерации, так и Минздравами большинства стран СНГ. Хотя майонез в своем составе имеет еще и растительное масло с его обилием трансжиров, которые являются одной из основных причин инфарктов и инсультов, но детям до них еще далеко и поэтому Минздрав не акцентирует на нем свое внимание, запрещая майонез в образовательных учреждениях для детей именно из-за его способности вызывать гастрит и язву. Мы же расскажем и о трансжирах майонезе. Что же это такое и чем они вредны? Трансжиры – это модифицированные молекулы, появляющиеся в растительных маслах в процессе высокотемпературной обработки. Поскольку трансжиры содержатся в рафинированном растительном масле, они содержатся и в майонезе. Притом, учитывая, что масло составляет основу данного соуса, то этих ядовитых элементов там достаточно много. Опасность рафинированных масел заключается в том, что в процессе высокотемпературной обработки молекулы масла способны меняться. Несмотря на то, что их химическая формула и количество элементов сохраняются, один или несколько атомов присоединяются иначе. В итоге, у молекулы жира появляется трансизомер, называемый трансжиром. В чем же вред трансжира? Многочисленные научные исследования подтверждают вред трансжиров для здоровья. Доказано, что регулярное употребление даже небольших доз их в пищу нарушает нормальную работу метаболизма человека. Провоцируют ожирение, а также приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. В первую очередь, они провоцируют атеросклероз. А это, в принципе, заболевание, от которого погибают три четверти населения нашей страны. То есть, около 75% всех смертей. Только многие ошибочно полагают, что раз основная причина смертности в России – это сердечно-сосудистые заболевания, значит, это связано с сердцем. Просто, мол, сердце износилось и остановилось. На самом же деле, причина большинства смертей – это скорее именно сосудистые, а не сердечные заболевания. То есть, люди погибают от инсульта или инфаркта. А они происходят как раз-таки из-за загрязнения сосудов и образования в них холестериновых бляшек. А вот в образовании этих самых холестериновых сгустков и виноваты в первую очередь трансжиры и сахар. Сахар повреждает стенки сосудов. А трансжиры способствуют образованию комков из плохого холестерина, которые цепляются за поврежденные места на стенках сосудов и не выводятся из организма, а увеличиваются до критических размеров. И в один прекрасный момент, когда, например, человек перенервничал или физически перенапрягся, холестериновая бляшка отрывается и идет в сердце. Тогда мы получаем инфаркт. Или идет в мозг. Тогда мы получаем инсульт. Так что, как видите, трансжиры являются основной опасностью, которая исходит из майонеза. А учитывая, что в этом соусе присутствует и сахар, то смело можно сказать, что достаточно ежедневно из вредных продуктов употреблять только майонез для того, чтобы заработать инфаркт. Учитывая все вышесказанное, конечно, лучше отказаться от употребления магазинного майонеза. А чем же заправлять салаты, которые прочно вошли в рацион большинства российских семей? Есть два наиболее приемлемых варианта замены для майонеза в блюдах. Первый – это обычная сметана. Однако она значительно изменяет привычный вкус салата. А вот второй вариант даже позволит не заметить подмены. Это приготовление домашнего здорового майонеза. Готовится он очень просто. Смешайте с помощью миксера или блендера следующие ингредиенты. Одно яйцо, 250 мл льняного или оливкового масла, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 чайную ложку горчицы и щепотку соли. Таким образом, вы получите вполне полезную альтернативу магазинной отраве. Надеемся, что наши советы посодействуют оздоровлению вашего стола. Ну а на этом у нас все. Если вы впредь желаете знакомиться с подобными видео, которые помогут вам сохранить ваше здоровье, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...